здравствуйте уважаемые друзья коллеги товарищи знакомые просто зрители с которыми я даже не знаком хочу с вами поделиться определенной информацией сегодня у нас 20 декабря 2021 года сегодня я был в ленинском районном суде города краснодара меня пригласили туда для рассмотрения моего заявления о разъяснении решения суда так вот дело в том что я не буду рассказывать всю историю того как бывший вице мэр краснодара сергей константинович возник обратился в суд в отношении меня и еще троих соотведчиков я не буду рассказать какой был сложный процесс наверняка вы в курсе этого какую-то информацию размещу в описании к ролику смотрите читайте но дело в том что решение вступило в законную силу три инстанции включая верховный суд поставили все без изменения я считаю это незаконно и у меня есть определенные доводы но сейчас я буду говорить не об этом с апреля 2021 года дело находится на исполнительном производстве и согласно исполнительному листу я обязан значит удалить информацию несоответствующую действительности на сайте интер информ то есть интер дефис 13 точка ру и на своем youtube канале я должен там информацию удалить оставив заголовки и при этом удалить видео материалы удалить статьи и указать что данная информация не соответствует действительности на основании решения суда и так далее и тому подобное и опубликовать результативную часть но дело в том что я не могу этого сделать связи с тем что сайт интер информ еще в прошлом году летом прекратил свою деятельность и более шести тысяч статей пришли в небытие этого сайта нет соответственно ничего там сделать нельзя кстати отмечу что я являлся только лишь шеф-редатором этого издания я не являлся владельцем владелец принял решение удалить сайт все он не был привлечен никак судебному процессу и что касается youtube канала дело в том что человек который понимает люди которые понимают поймут меня я могу только лишь удалить определенную информацию на своем youtube канале то есть удалить видео и все либо я могу сохранить видео и при этом изменить заголовок или изменить текст но с меня требует чтобы я удалил видео и при этом разместил сохранив заголовок разместил другой текста решение суда и так далее это технически невозможно я это долго объяснял судебному приставу она долго отказывался понимать в итоге 16 апреля я обратился в адрес судьи все-таки объяснив это все судебному приставу обратился в адрес судьи с заявлением о прекращении исполнительного производства в части вот этих вот двух моментов то есть части удаления на интернформе и на youtube канала на остальных ресурсах где я мог я все поудалял в соцсетях и прочее 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 но решение суда надо исполнять как бы и вот такая ситуация значит 20 16 апреля я отправил в суд 20 апреля суде уже получили мое заявление о прекращении исполнительного производства но на протяжении вот этих всех месяцев сегодня у нас декабрь на протяжении всего этого времени мое заявление не рассматривается причем я уже неоднократно обращался в различные инстанции в краевой суд верховный суд о том что мое заявление не рассматривается по законам должно быть рассмотрено в течение 10 дней и в итоге мне позвонили в октябре месяце суда и сообщили о том что что моего заявления нет оно пропало понимаете пропало и при этом слава богу что это все отправлял цельным письмом я могу доказать что оно все таки дошло потому что получена корреспонденция согласно информации почта россии и теперь получается такая ситуация значит в суде нашли все таки дошло до суда мое заявление о разъяснении все время забывают о словах а о прекращении найти не могут и я прикрепил еще одно заявление о прекращении к заявлению о разъяснении ну и этого тоже никто ничего не замечает но вернусь к сегодняшнему дню и так сегодня рассматривая свое заявление я перезвоню я записываю спасибо так вот что я хочу сказать значит закроемся к сегодняшнему моему заявлению заседание было назначено на 15 часов 30 минут при этом в 15 часов 5 минут я видел судью махового который должен был рассматривать мое заявление я видел его рядом в торговом центре ньютон или ньютон он выбирал там себе кресло время уже пол четвертого должно заседание начаться его нет 4 его нет пол пятого его нет 35 минут он появляется проходите прочее прочее надо отдать ему должное он внимательно прочитал то что я написал выслушал и прочее прочее но все равно его вердикт таков удовлетворение заявления гаимяна о разъяснении отказать теперь у меня уважаемые зрители друзья мои товарищи которым я это все разошлю у меня к вам вопрос что мне делать лузинов говорит о том что он доведет все до уголовного дела по 315 статьи там злостное неисполнение решения суда и прочее прочее меня это не пугает может быть она даже лучше пускай будет уголовное дело может быть в рамках уголовного дела мне удастся доказать что судья маховой вынес заведомо неисполнимое решение да что касается например интернет-форма но не мог судья маховой знать о том что собственник не привлеченный к судебному процессу примет решение о прекращении деятельности своего ресурса но youtube работает и в ютубе нельзя делать того что он написал маховой при этом я четко все разъясняю в своем заявлении и я не буду сейчас это все вам зачитывать я думаю вы меня и так прекрасно понимаете есть сайт точнее был сайт на котором было около 40 или сколько-то публикаций сайт ушел в никуда до вступления решения суда в законную силу я являлся шеф-редактором этого издания я всегда говорил я отвечаю за все что там написано я публикую я отвечаю но я не являюсь собственником собственные решения все сайт больше работать не будет кто какой судья какой прокурор какой полицейский какой сотрудник фсб фспп там и так далее может ему сказать нет ты не должен закрывать сам закрывать свой сайт это его право или кто может заставить youtube изменить правила публикации и опровержения тогда и тому подобное я предлагаю сегодня лузинову что я согласен записать видеоролик где расскажу всю ситуацию и скажу что да все эти публикации признаны законными нет ты давай верни все на исходную позицию чтобы снова на ютубе появились эти ролики сделать так как это предусмотрено решением суда это невозможно этих видео материалов не существует все они камели в бездну то же самое сайтом он говорит восстанови сайт и пусть на этом сайте появится та информация которая должна быть по закону но я еще раз повторяю сайт восстановить нельзя те видео материалы которые я удалил с ютуба их тоже восстановить нельзя меня обвиняют в том что я не исполнил решение суда должным образом а я и не мог этого исполнить потому что еще раз повторяю это заведомо неисполнимое решение но судья баховой естественно не будет этого момента будем так говорить понимать и подтверждать потому что ему это не выгодно получается что он непонятно какое решение вынесли а теперь я все-таки зачитаю один момент заявление о разъяснении посмотрите я просил на основании того что я рассказал о том что одного сайта нет 2 еще что-то я спросил два вопроса первое что мне необходимо сделать конкретно для того чтобы опубликовать опровержение на сайте интер 13 точка ру если он прекратил свою деятельность по решению собственника коим я не являлся до вступления выше указанного решения суда в законную силу это первый вопрос и второй вопрос что мне необходимо сделать конкретно для того чтобы опубликовать опровержение на сайте youtube точка ком если это не предусмотрено правилами сайта и технически невозможно и вот вместо того чтобы судья мне объяснил альберт александрович или должник или гражданин или не гражданин вы обязаны сделать то 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 и то то он вынес просто уникальное определение в котором написано удовлетворение заявления гаимяна о разъяснении отказать то есть я не пойму мне что отказано в разъяснении ну и как же мне это теперь исполнить я не понимаю еще раз повторяю у меня огромное количество вопросов по самому судебному процессу я считаю что что решение суда незаконное решение суда несправедливое решение суда не обоснованно но хорошо я его принял я удалил информацию где мог по максимуму на всех своих страницах соцсетях и так далее и тому подобное я удалил информацию в ю тубе потому что я не могу иначе не могу я там оставить заголовок удалить видео и опубликовать текст это невозможно но возьмите сами возьмите любой из вас пускай сначала разместит видео материал а потом пускай видео удалит заголовок оставит и текст поменяет если кто-то это сделает я готов вознаграждение дать за то кто меня научит этому это невозможно итак вопрос что делать чтобы доказать судье маховому что он не прав конечно же наверняка я вынужден буду сейчас в течение 15 дней написать жалобу не люблю это слово все-таки придется вот обжаловать это вот определение судьи и от вас не нужно услышать прошу пожалуйста в комментариях насколько возможно опишите ваше мнение что с этим делать спасибо всего доброго